Возлюбленные, у нас сейчас месяц преуспевания, но мы верим, что преуспевание не заканчивается, правда? Мы для того с вами и изучаем эту тему преуспеваний, чтобы больше знать и чтобы нам всем преуспевать. И чтобы не только мы преуспевали, а преуспевали все наши родные, преуспевали все наши сферы жизни. Не только я лично, не только мой кошелёк, а чтобы все сферы жизни преуспевали во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, знаете, есть такая вот интересная история. Каждое утро в Африке просыпается газель с одной мыслью. Мне надо скорее бежать, чтобы меня не нагнал лев и чтобы он меня не съел. Каждое утро просыпается лев с одной мыслью. Мне надо бежать, мне надо настигнуть газель, чтобы я не умер с голоду, чтобы я имел, что кушать. Аминь. Как бы два зверя, которые на этой земле, но у каждого есть своя мысль, с которой он просыпается. То есть каждый хочет быть преуспевающим, каждый хочет остаться в живых. И не просто в живых, а иметь жизнь с избытком. Правда ведь? Так вот, преуспевание — это не значит стоять на месте. Преуспевание — это всё время движение вперёд. Это перемены, дорогие мои. Аминь. И преуспевание, мы с вами, помните, я давала эту тему как бы позапрошлый раз. И я её как бы разорвала, так не договорила её. И сейчас мы что-то с вами будем новое слышать. И я думаю, что я тоже и для себя что-то услышу. Потому что мы говорили о том, что преуспевание всегда преуспевающий человек будет видеть результат. Это преуспевание даёт какой-то результат. Вот бизнесмен преуспевающий, он начал, допустим, со 100 долларов. И можно сказать, что через год преуспевание у него там 10 тысяч или сколько. Но кто какой ставит себе стандарт. Аминь. Это не стоять на месте. И мы с вами говорили о том, что преуспевание — это пребывать в Боге. Чтобы быть преуспевающим, мы говорим о детях Божьих, о Церкви Божьей. Пребывать в Боге и также быть послушными Богу. Аминь, дорогие мои. И мы уже на своём примере, в своей жизни много видели таких вещей, к которым нам нужно было быть послушными. И знаете, я читала книгу есть Джон Максвелл. Он вообще много очень учит о лидерстве, очень много говорит об ученичестве. И он там приводит такие примеры. Романист Герберт Уэллс утверждал, что богатство, слава, положение в обществе и власть не могут служить мерой успеха или преуспевания. Преуспевание — это, можно сказать, это успех. Ни богатство, ни власть, ни дома, ни машины не являются мерой успеха. А единственной мерой успеха является соотношение между тем, кем мы могли бы стать, и между тем, кем мы стали. Правда? Много может человек говорить, вот я бы сделал то-то, я бы на Луну полетел. Но результат и успех показывают, полетел он на Луну или не полетел. Остался ли он в том же самом положении, или он двинулся дальше. Человек может говорить, вот я хочу семью, я хочу дом построить. Проходят годы, он ничего не построил. Правда? Ведь это тоже немаловажно, что человек предпринимает в своей жизни. Другими словами, успех приходит в результате раскрытия потенциала, заложенного в нас Богом. И потенциал он напрямую связан с нашими мечтами. Происходят какие-то, поднимаются идеи, какие-то мечты в нашей жизни. И мы понимаем, что в нас заложен этот потенциал. Но, к сожалению, немногие используют этот потенциал, заложенный в нас. Кто-то идёт на поводу других людей. Кто-то мечтал там быть, допустим, врачом, а ему посоветовали или настояли, может быть, родители, а ты будешь там учителем. Или кто-то мечтал быть спортсменом, а человека направили совсем на другое русло. И он не чувствует удовлетворённости в своей жизни. Он делает не то, что должен был делать, не то, о чём он мечтал, не то, что заложено в его внутренности, в его сердце. Аминь, дорогие мои. Так вот, знаете, есть принципы некоторые, я сейчас вам расскажу. Раскрытие этого потенциала. Прежде всего, если вы записываете, записывай. Надо сконцентрировать свои усилия на основной цели и добиваться этого. О чём я мечтаю? Что, какие у меня задатки? Вот, например, Татьяна у нас, да? У неё дар этот печь торты, это искусно. Она создала свой сайт, она изобретает, и у неё приходят новые идеи. У неё каждый торт – это произведение искусства. А стала бы она шить, ну, я не знаю, может, она и шьёт хорошо, но что-то делать другое. Это то, что у неё внутри, и она от этого счастлива. Она хоть это трудится, но она получает такое удовлетворение. Она радуется каждому произведению искусства. Я помню, как на 8 марта, по-моему, да, в том году она спекла такой торт, усеянный цветами. Там тюльпаны и разные-разные. Мы зафотографировали цветы. Это произведение искусства настоящее. И она этим счастлива. Но, к сожалению, кто-то может остановить развитие этого потенциала. И человек может быть неуспешным. Все слышали о такой женщине Кэтрин Кульман? И вы знаете, у неё был дар. Дар пророческий. У неё был дар через Евангелие спасать тысячи людей. Но в какой-то момент она подумала, я хочу строить свою судьбу, я хочу строить свою жизнь. И она пошла за одним молодым человеком. Она решила связать свою судьбу с ним. Она оставила все служения. Она всё забросила. И я, когда читала её книгу, она пишет, наступил такой момент. Этот мужчина, ему пришлось развестись. Он оставил семью. И то есть какая-то женщина, она была несчастной. Но Кэтрин Кульман по своему уму, по своему желанию, она хотела добиться этого. Но это то, что не входило вообще в планы Божьи. Бог её призвал к другому и заложил в неё колоссальный потенциал. Вот это вот через неё текло помазание исцеления. Исцеление не только души, но и исцеление физического. Миллионы людей получали колоссальное исцеление. Очень много свидетельств. Можно посмотреть на Ютубе или у Володи на сайте её проповеди, её служения. И она пишет. И у нас не ладилось с этим человеком. Когда человек не идёт в своём призвании, не использует свой потенциал, у него что-то не ладится. Он как, ну, бьётся, как рыба об лёд, правда? А надо всего лишь сесть и спросить у Бога, а воля ли я твоей? А то ли я вообще делаю, Господь? А на том ли я месте? А туда ли я иду? А то ли я строю? И она говорит, когда однажды я почувствовала, что я как будто зашла в тупик. Там у неё так и называется, это глава, тупик. Она говорит, мне казалось, что я шла-шла по большой-большой дороге, которая сужалась, сужалась. И тут я пришла к концу, и там стенка, и написано тупик. И я поняла. И я стала спрашивать Господа. Бог говорит, вернись в своё призвание. И она приняла решение, потому что с молодым человеком ничего не ладилось. Она разорвала с ним эту связь, и она вернулась в церковь, и она стала служить Богу. И мы видим, какой плод она принесла на этой земле. Аминь. Значит, надо сконцентрировать усилия на основной цели. Следующее, второе. Сконцентрировать усилия на постоянном своём развитии. Знаете, один известный менеджер большого супермаркета, его спросили, на кого бы ты хотел быть похожим. Он сказал, я бы хотел быть похожим на своего начальника, руководителя, потому что не проходит дня, чтобы он в чём-то не совершенствовался. И это уже наша ответственность — совершенствоваться. Потому что нельзя оставаться всё время в одном. Надо всё время двигаться. Каждый день он новый. Если Бог производит каждый день что-то новое, то и в нашей жизни должно быть всё новое. И Бог приготовился в следующем дне новый успех в нашей жизни. Дальше, следующее, третье. Забудьте о прошлом. Надо забыть о прошлом. Не концентрироваться на прошлом, а концентрироваться на твоей цели. Один пастор сказал, прошлое мертво, и мы не сможем получить импульс к движению в завтрашний день, если будем тащить это прошлое на своих плечах. Прошлое мертво. Хорошее ли оно? Плохое ли оно? Наш пастор всегда говорит, слушайте, забудьте. Прошла конференция, вау, мы столько сделаем, вау, столько. Или евангелизация, мы там сто человек покаяли. Всё, это уже прошло. Теперь надо молиться, чтобы эти люди утвердили с церкви и остались в церкви. Не нужно вариться в прошлом, оно мертво. Аминь. Хорошее или плохое? Была такая известная женщина, она писательница, Хелен Келлер. В два года она потеряла зрение и слух. В два года она заболела. Но она прилагала все усилия. Она не варилась в том прошлом, она не варилась в тех болезнях. Она прилагала все усилия, чтобы достичь результата. Она закончила один из известнейших колледжей в Редклифе и стала известным писателем и лектором, и борцом за права слепых людей. Вы представляете, она сама слепая и глухая, но она добилась таких успехов. Франклина Рузвель в 39 лет он вдруг заболел полиэмилитом. И в 20... Это было в 21-м году. Представляете? В 29-м году он остался в инвалидной коляске. Его очень сильно атаковала эта болезнь. У него были страшные боли. Но в 29-м году он стал губернатором Нью-Йорка. А в 32-м году он уже стал президентом Соединенных Штатов Америки, сидя в инвалидном кресле. Можете себе представить? Это цель, которую он поставил. И он постоянно развивался в ней. И он достигал этого результата. Аминь. Вы знаете, мы сегодня в Саша ехали. Я думаю, что Господь просто показал. У нас есть в Одессе реабилитационный центр называется «Золотой ангел». Там дети с ДЦП, дети-инвалиды. И этот реабилитационный центр, он благотворительный. И директор этого фонда, он сам, когда потерял дочь, она умирала в страшных муках. Я с ним знакома. И он рассказывал, что ему просто Бог видал мне в рейсах. Положил на сердце создать такой центр для детей-инвалидов. Я была в этом центре. У них целое табло вот такое на всю стенку, где спонсоры, спонсоры, спонсоры со всех стран мира помогают ему. Дети приходят там бесплатное лечение, бесплатную реабилитацию. Я познакомилась там с девушкой, когда я проводила служение. Золотой ангел на Пушкинской он находится. Да, там такой ангел летящий. Я проводила, когда служение для детей-инвалидов Бог показал. И Бог меня свел с этой девушкой. Ей сейчас, наверное, лет 27-28. Лена ее зовут. И, знаете, когда я приехала в этот центр к ней, она как бы заведует там клуб и выставка художественных работ. И очень много картин это ее работы. И когда мне она рассказала свою историю, она родилась девочкой без руки, без ног. У нее были одни культяпки, и у нее не было ног. Мама ее отшвырнула сразу. Это был кусок мяса. И родители ее сразу оставили. Оставили ее в роддоме. Дальше она пошла до малютки. Ну, представляете, столько рук переносили это дитя. И она не разочаровалась с жизнью. У нее был заложен этот внутри потенциал. Тяга, желание писать, желание картины создавать. И когда я к ней пришла, мы сидели, разговаривали. Ей сделали такой аппарат, там, ну, как три такие, ну, как мелочки, знаете, да, вот. И она все делает этими ручками. Я хотела, она говорит, хотите, я вам поставлю кассету, музыку она очень любит. Я говорю, сейчас я сама поставлю. Не, не, не. Она не надо, не смейте, она ни с кого помощи, она не ждет. Она хоп-хоп сама поставила. И она, можно ее видеть в центре города, она ездит, у нее такая вот тележечка, и она упирается ручками, и она как на этом, как на скейте. Саша видел сегодня, как она соскакивает с бордюрчика. Она не потеряла тягу к жизни. Она желала что-то реализовать в своей жизни, потому что это был не просто кусок мяса, а это личность, в которой заложен потенциал Божий. Каждый из нас это личность, в которой заложены дары и таланты, призвания и потенциал Божий. И когда мы с Леной говорили, мы пригласили ее на наш праздник, она даже пела песню нам, она показывала эти картины, и она рассказывает, когда она добилась успеха, ее стали показывать по телевизору. И когда мама увидела ее, мама покаялась, она разрыдалась. Они с отцом приехали в этот город, и они сейчас живут все вместе. Мама с ней были на этом празднике. Что это? Ведь она, могли быть потеряны и те души, и она, и родители могли быть потеряны, но из-за ее этой твердости, ее этой крепости, ее этой веры, она верит, ну, там много, знаете, православные, хуже священники, она верит в Бога, у нее такие картины восхитительные, в основном на духовные темы, в основном на ангелов, там Матерь Божию рисует, она, ей очень нравится один певец, Газманов, она его портрет нарисовала, и говорит, Лена, неужели это ты? Да, вот эта маленькая, которая на этой вот, на такой дощечке, на колесиках передвигается по всему городу, она в транспорт не садится, она ездит огромные кварталы через весь город, это желание тяга к жизни, она еще и вселяет это желание и жажду к жизни других детей, и когда дети, инвалиды, с ДСП, плачут, и расстраиваются, и некоторые не хотят жить, и тут выезжает Лена, и она так по коридору, поехала, и она, когда рассказывает им о своей жизни, посмотрите на меня, и глазки ее сверкают, она ей может спеть песню, она может показать им картины, она может что-то своими руками сделать, и у детей появляется этот огонь, этот задор, и желание жить, желание жить, дорогие мои, у нас каждого заложен потенциал, вот она стала успешной, она не варилась в прошлом, о, меня родители бросили, я такая не нужна, ничем, никому не нужно, прекратите вариться в прошлом, все, что было, все, как поток воды, пусть это утечет, все это пусть остается в прошлом, смотрите в будущее, следующее, смотрите вперед, будущее всегда отличается от прошлого, и мы еще даже не представляем, что Бог приготовил каждому из нас, скажи, Бог приготовил для меня лучшее, каждый день Он несет лучшее, лучшее, мы идем из славы в славу, из силы в силу, так обещает нам Господь, это я только начала проповедь, а время уже, и один из важнейших пунктов, это помогать людям, да, дорогие мои, значит, поставить цель, самосовершенствоваться, не вариться в прошлом, стремиться к будущему, и обязательно это помогать людям, вы знаете, есть такая интересная фраза, что наши повседневные нужды удовлетворяются тем, наши повседневные нужды удовлетворяются тем, что мы получаем, а наши основные или базовые потребности удовлетворяются тем, что мы отдаем, давайте будем отдавать, аминь, дорогие мои, итак, мы говорим о преуспевании, 3 Иоанна, 2 глава, да, 3 Иоанна, это базовое местописание, 3 Иоанна, 2 глава, 2 стих, дорогой, я молюсь, чтобы все у тебя было благополучно, или чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, дорогой, возлюбленный, я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, да, и мы говорили, что преуспевание напрямую для нас, верующих, детей Божьих, мы имеем понимание, я вижу, что здесь все дети Божьи, нет того, кто бы не знал Иисуса Христа, наше понимание преуспевания и наше преуспевание, весь наш путь, раскрытие нашего потенциала, который внутри нас, который заложен от самого начала, 138 Псалом, говорит, Бог говорит нам с 14 стиха, что я видел, как созидаемый ты был, твои косточки в утробе матери, я приготовил для тебя путь, я расписал для тебя все дни, назначенные для тебя, они для нас расписаны, значит, нам надо пребывать в Боге, нам надо познавать Его волю, чтобы достичь этих дней, чтобы увидеть этот план, чтобы реализовать Его, чтобы раскрыться этим потенциалом, я хочу сказать, многие из нас, вы еще не раскрылись до конца, увидите эту цель от Господа, какой потенциал Он вас сложил, и двигайтесь в этом, Господь, покажи мне, я не хочу сидеть на месте, раскрытие потенциала и успех, движение вперед, только движение вперед, каждый день, он новый, каждый день что-то новое, обновление отношений, обновляйте отношения друг с другом, мужья с женами, с родителями, друг с дружкой, обновляйте эти отношения, прежде всего, обновляйте отношения с Богом, скажи, Бог, папочка, что ты для меня приготовил, что я твой возлюбленный ребенок, что ты для меня сегодня приготовил, в чем ты меня видишь, куда ты меня хочешь повезти, кому, Кому ты хочешь, чтобы я просто кому-то дал спасение, кому-то рассказал о тебе. Господь, что ты, ведь не только я говорю, Господи, мне так надоело возле этой плиты стоять, но у меня дочка все время готовила, а тут я как Марфа говорю, стою, так я, ведь, включаю на всю проповедь и стою вот это как Марфа, утром или поздно, как мне это надоело готовить, уже не могу, я не люблю эту кухню. Потому что это трата времени, дочка готовила, сейчас мне же надо, и каждый день обучение надо, в больницу же возим, со временем же эти тазики, но Бог, Он приготовил для нас лучше, и все трудные периоды, дорогие мои, мы пройдем, мы пройдем, самые сложные, самые трудные периоды, нам кажется, мы пройдем, мы пройдем, Бог, Бог обещал, что мы это пройдем, аминь. Открываем 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, где мое Петра? Пусть через познание нашего Бога, Господа Иисуса Христа, 2 стих я читаю, благодать и мир вам преумножится, мир и благодать. Да, кто в одичке хочет, подходите или просите Сашу налево, потому что жарковато. Благодать и мир вам, пусть преумножится, как преумножится? Через познание Господа Иисуса Христа. И дальше. Его Божественная Сила дала нам все необходимое для жизни. Что мы получили вместе с Иисусом? Вы не проиграли. Скажи, я не проиграл. Кто-то думает, ой, ну вот, попал в секту или еще куда-то. Нет, мы не проиграли, потому что вместе с Иисусом Христом, который сам коснулся нас, сам коснулся наших сердец. Кто-то думает, ой, это я такой, я там искал Бога, я там, нет, без Его воли ничего невозможно. Это Он сам пришел, и Он сам коснулся каждого сердца. Это Он тебя избрал. Он прежде всего тебя возлюбил. Он говорит, я имею для тебя нечто. Я имею для тебя призвание. Я имею для тебя будущее. Это не ты Его нашла. Это Он тебя нашел. Потому мы благодарим Господа во все дни наши... Это Он нашел тебя, Танюша. Это Он нас откопал, очистил. А мы... Он говорит, я хочу сделать с тебя драгоценный бриллиант, чтобы ты светила и проявляла всю славу Божью. Проявлял или проявляла. Бог говорит, я хочу с тебя сделать бриллиант. Бриллиант, вы там на огороде не откопали. Евгения Ивановна. Бог говорит, я нашел тебя. Его Божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелью. Скажите, кто нас призвал? Бог. Бог. Своей собственной славой. Помните, когда израильский народ не слушался Бога? Помните? И Моисей говорит, Господи, неужели ты оставишь этот народ? А потом все будут говорить, это тот народ, который называется Божий народ. Не оставь нас. Бог никогда не оставит нас, чтобы мы с вами не учудили. Какой бы проступок мы ни сделали, Он говорит, сойду и туда, и в преисподнюю, и вытащу тебя, как Саша вытащил. Или куда бы ты ни пошел, я тебя выдерну. Бог всегда нас предупреждает. Бог всегда нас ограждает. Бог всегда нам говорит, всегда, дорогие мои. И это Он нас призвал и своей добродетелю. Мы были грязные, мы были поганые, я за себя говорю. Мы были грешники, мы были как свиньи, купались там в вине или в чем-то, водки. Мы курили, мы блудили, мы делали столько проступков, мы грешили, обманывали. Кто-то, ну, и воровали, вообще сказать, и время можно украсть. Бог говорит, а я тебя нашел, это я тебя избрал, это моя воля и моя добродетие. И я теперь тебя очищу и мою. На это все уходит время, конечно. Это процесс. Мы с вами в процессе, нет совершенного ни одного. И я каюсь, если в чем я бываю, не права. Потому что нет совершенного ни одного пастора. Ни одного пастора нет. Но мы все идем к совершенству. Потому что сам Бог, сам Бог, Он говорит, я из тебя леплю. И ты думаешь, я ломлюсь в эту дверь, что-то хочу сделать. Не получается, Бог говорит, не туда ломишься. Чуть-чуть храни направо. Иди вот в эту дверь. Не туда ломимся. Но Бог же нас не шлепает, не убивает. Он нас корректирует, Он нас любит. Он говорит, я тебя омыл, очистил. Он покров наш. Он покрывает. В Римлянах 8 главе написано, что сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. И сам Господь Иисус Христос непрестанно молится за нас. Вот представьте себе. На минуточку представить духовный мир. Дух Святой непрестанно ходатайствует за нас. И сам Господь Иисус непрестанно, постоянно, отец, здесь нужна помощь, давай высылай ангелов. Отец, там вот все случилось, или мы должны предотвратить эту аварию, мы должны просто спасти этого человека, мы должны там после операции что-то сделать там восстановить. Но Бог, Он постоянно, Он за нас. Он говорит, вы мой народ, вы мои дети, вы мои. Я вас возлюбил прежде всего. Аминь. Благодаря им. Чему? Собственной славой и добродетелю. Он дал нам великие и драгоценные обещания или обетования. Скажи, Бог дал мне. Великие и драгоценные обещания. Чтобы через них вы стали причастниками вожественной природы и избежали растления мирскими тростями. Вы представляете, Он дал нам обещания. Он настолько нас оберегает. Ты там сидишь, чикаешь, может, телевизор, а тут тебе сигнал. Выключи, выключи. Тебе это не надо смотреть. Бог оберегает нас. Чтобы нас, чтобы мы избежали растления этими мирскими страстями и похотями. Бог, как любящий Отец, как мы заботимся о своих детях. Мы не все им позволяем. Так точно и любящий Отец. Поэтому делайте все возможное, чтобы дополнить вашу веру добродетелью. Добродетель знанием. Знание умением владеть собой. Умение владеть собой стойкостью. Стойкость благочестием. Благочестием братолюбим. Братолюбие любовью. Если в вас есть эти качества. И если они умножаются. То ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. Дорогие мои. Вы представляете, какими дарами Он нас наделил. Он нам дал веру. Он нам дал добродетель. Он нам дал рассудительность. Он нам дал воздержание. Или умение владеть собой. Он нам дал терпение. Это все Его закладка в нас. Это потенциалище. Поэтому не говори, я терпеть больше не могу. Можешь. В тебе есть этот потенциал. Можешь. И в терпении мы будем проходить предлежащее нам поприще. Братолюбие, благочестие, братолюбие и любовь. Это все наделил нас Господь. И, дорогие мои, Он говорит, если это в тебе есть, и оно должно умножаться. Мы говорим о преумножении. Мы говорим о раскрытии потенциала в нас. В каждом из нас есть колоссальный потенциал веры. Что такое вера? Первое пишите. У меня еще 20 минут есть. Вера. Это когда все плохо, а ты продолжаешь верить. Это когда ты что-то делаешь, делаешь, не получается, но ты веришь, что у тебя получится. Это когда ты идешь, куда-то стучишься, стучишься, и никто ничего не открывает. Ты продолжаешь идти и стучаться. Только не приступая к закону, конечно, дорогие мои. Вы запишите себе Луки, 18 глава, об одной женщине, которая пришла к судье неправедному. И она говорит, судья, 18 глава с первого стиха, судья говорит, защити меня от посягателей на мою жизнь. Судья закрыл окна, говорит, так, я не принимаю, я уже устал. Она бежала, опять стучится. Он говорит, опять эта женщина. Да сколько можно уже? Нету, не допущу, у меня прием закончился. Она бежала опять в дом. Он уже все старни закрыл, все двери закрыл, все окна закрыл. Судья, помоги мне, судья, помоги мне. И он говорит, надоела ты мне. Как ты мне надоела? Достала уже. Ну ладно. Она говорит, защити меня от моего противника. Он отказывал, отказывал. Потом говорит, судья, пусть я Бога не боюсь и с людьми не считаюсь. Но так как эта вдова, она вдовела в каких-то ситуациях, в каких-то обстоятельствах, постоянно надейдает мне, то я разрешу ее тяжбу. Иначе она замучит меня своими просьбами. Как написано в Евангелии от Матфея. Просите, и вам дадут. Стучите, и вам откроют. Не надо останавливаться на достигнутом. Иди и добивайся. Молись. Стучи. Аминь. Она надоела мне своими просьбами. И Господь сказал, слышите, что сказал судья. Это притча для нас, для верующих. И сам Господь сказал, что сказал судья неправедный, несправедливый. Так неужели же Бог не защитит своих избранных, которые взывают к нему день и ночь. Неужели он будет медлить с помощью? Говорю вам, он без промедления защитит своих избранных. Без конца надо стучаться к Господу. Без конца взывать о помощи. Он, Ирина, молилась, просила. Мне нужен счетчик, а он стоит немало газовый счетчик. Все, Бог говорит, стучится. Вдова бедная, стучится. Мое дитя, стучится. Стучится мне, я послал ангела, а ну-ка давайте, а ну-ка принесите ей счетчик. Вы представляете, что происходит? Бог, Он верный, только бы не забыть Ему славу воздать. Воздавать Ему всю хвалу. И смотрите, ну когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру на земле? То есть это неотъемлемая часть, это то, что заложено, сиение от вас. Это в Ефесянам 2 главе 8 стих написано. Это не от вас, это Божий дар, вера. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Бог дал нам этот дар, но не закапывать его, не складывать его где-то в гардеробчик, там где-то на полочку. Нам надо эту веру использовать. Нам надо ее развивать. Нам надо подниматься в этой вере, чтобы вера эта умножалась во имя Иисуса Христа. Дети, тихонечко проходите, садитесь и слушайте. Дальше, добродетель. Титул 3 глава. Вы записали ту римлян на 18? Титул 3 глава. Тихонечко, пожалуйста, дети. Смотрите. Добродетель. То есть мы должны продолжать делать добро. Добродетель. Третья глава с 1 стиха. Напоминай людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям. Должны. И быть готовыми выполнять любое доброе дело. Учить также не засловить никого, не быть заделистыми, но проявлять мягкость в общении с людьми и доброе расположение ко всем. Нет, дети, дети, бонусы кто-то хочет получить. И доброе расположение ко всем. Мы тоже когда-то были глупы, непокорны, обмануты. Это, представляете, Павел пишет титул. Порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняла злоба и ненависть. То, что я говорила, мы были такими. Почему мы не могли справиться с какой-то злобой, ненавистью, раздражительностью? Почему нас все раздражало? Потому что не было мира Божьего в наших сердцах. Мы были наполнены злобой, завистью. Мы были отвратительны, ненавидя друг друга. Но Бог наш Спаситель проявил к нам доброту и любовь. Он подчеркивает, какие мы были. Но Он проявил добродетель и свою любовь к нам. Он спас нас не за наши праведные дела, которые мы совершили, а по своей милости через возрождающее омовение и обновление святым духов. Вот почему мы изменились. Вот почему мы становимся такими мягкими, терпеливыми, любящими друг друга. Посмотрите друг на дружку. Скажите, Бог меня меняет Духом Святым, омовением Духа Святого. Бог меня меняет, Бог меня меняет. Бог, скажите друг другу, Бог меня меняет по своей великой милости. Представляете? Вот представляете, Лилечка, можно я на тебе покажу? Сиди, 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 пожалуйста. Лиля понимает, что ей нужны перемены. Но она не может. Ей уже все так достало, ей надоело. Она уже все так короче, все. А Дух Святой вокруг нее, он порхает, он порхает. Говорит возлюбленная и что-то делает, какую-то невидимую операцию. Сердечко слегчает. И она вдруг, она открывает глаза, она вдруг начинает всех любить. Она вдруг всех прощает. Откуда это? Это милость Божья. Это милость Божья. Это омовение Святого Духа вокруг нас. Это не мы такие хорошие. Это Он такой хороший. Это не мы такие послушные. Это Он Бог, который по милости своей меняет нас. И работает с нами, и с нашими сердцами. Дорогие мои. Я так смотрю на моего мужа и так часто хочется покаяться. Дорогой мой, прости меня. Это Дух Святой возле меня порхает. И говорит, ну, и что ж ты там мужу вчера ляпнула? Дух Святой, Дух Святой. И я уже ищу как подмаститься к Нему. Конфетки вкусненькие куплю там. Или шоколадку, или тортик, любимый. Это для тебя. Могла ли я раньше такое сделать? Никогда в жизни. Вы что? Я только ждала, чтобы мне приносили. А сегодня мне хочется отдавать. И это Его помазание. Это Его милость. Его помазание обновления. На каждом из нас. Дорогие мои. Можете сегодня прийти, посмотреть на себя в зеркало. И сказать, Бог обновляет меня. Обновляется подобно оруюность моя. Я становлюсь юной, стройной. Я обновляюсь. Лицом обновляюсь. Все мое тело обновляется. Характер обновляется. Скажите себе. И скажите сами себе. Назовите. Ты себя через месяц не узнаешь. А через два. Ого-го. То ли еще будет. Мы обновляемся. Которого щедро излил на нас. Дорогие мои. Через нашего Спасителя. Иисуса Христа. Чтобы мы оправданные Его благодатью. Стали наследниками вечной жизни. Вот для чего. Чтобы мы не запороли там где-то. А пошел там рубать там. Или воровать. Да ладно. Пить так пить. Гулять так гулять. Нет. Дух Святого работает с нами. Омопает нас. Чтобы мы стали наследниками. Вечной жизни. С Иисусом Христом. Он не хочет нас потерять. Дорогие мои. Никого из нас. Он не хочет потерять. На которую мы надеемся. Эти слова веры. И я хочу, чтобы ты подчеркивал их значение. Чтобы те, кто поверил в Бога. Посвятили себя добрым делам. Если мы поверили в Бога. То мы будем заниматься добродетелью. И добрыми делами. Завтра акция в Любополе. Это добродетельные дела. Это добрые дела. Что им так охота ехать куда-то. Не, могли бы дома себе съесть эти пирожные. Дома конфеты. Нет. Они едут. Потому что Божий добродетель. Она работает в наших сердцах. Дальше. Рассудительность. Или это знание истины. Дорогие мои. Какая истина. Что во Христе я новое творение. Что я искуплен Богом. Что я принадлежу Ему. И каждый день у нас стоит выбор. Какому хозяину я служу. Каждый день, дорогие мои. На чаше весов. Есть этот выбор. Или я служу Богу. Или я служу. Князю этого мира. Кому я служу. Поэтому нам нужно быть рассудительными. Почему я вдруг пойду. Ну подумаешь. Там один раз пойду. Там выпью чарочку. Нет. Я не хочу кланяться этому господину. Ну подумаешь. Одну сигаретку закурю. Нет. Я не хочу кланяться этому господину. Я принадлежу моему Богу. И если мы навсегда. Навсегда мы с Ним. Навсегда мы Его народ. Мы принадлежим только Ему. Аминь. Дорогие мои. Дальше. Воздержание. Или вот здесь написано в этом новом русском переводе. Это умение владеть собой. Вот что такое воздержание. Напишите. Умение владеть собой. 1 Коринфянам. 6 глава. 6 глава. 12 стих. Вы говорите. Мне все позволено. Да. Но не все мне полезно. Мне все позволительно. Но ничто не должно иметь власти надо мной. Вы также говорите. Пища для желудка. И желудок для пищи. Да. Да. Но Бог уничтожит и то и другое. Тело же предназначено не для разврата. А для Господа. А Господь для тела. Это 1 Коринфянам. 6 глава. 1 стих. То есть здесь можно обо всем говорить. Умею ли я владеть собой. Или я языком своим могу кого-то очернить. Или я могу там сплетни с кем-то водить. Или я умею владеть собой. Вы знаете. Круткий язык. Молчаливый язык. Он намного лучше. Болтливого. Ты не попадешь в просаг. Дорогой мой. Если ты смолчишь. Какой бы ни было ситуации. Мудрый. Он больше будет молчать. И слушать. И напитывать сознание мудрости. От других. Вы слышите. Умею ли я владеть собой. Вот так же в приеме пищи. Дорогие мои. Нам нужно заботиться о своем организме. Нам нужно заботиться о своем здоровье. Может быть кому-то надо пересмотреть. У нас сестра одна. Она все время плачется. На поджелудочную. Печь им болит. И кусками сала. Лопает. Ей же сколько говорили. Какое же сало. Ой. Жареного. Копченого. А может быть надо пересмотреть. Ведь нужна мудрость. Не права Бог мой целитель. Но извините меня. Бог сказал уже конкретно чем питаться. Пшеница. Проса. Это пшено. Пшено очень полезно. Об этом вот Бенихин пишет. Есть книжечка такая. Правильное питание. Потрясающе. Овощи. То что Бог нам дал пищу. То что земля производит. Вы слышите. Хлеб грубый. Черный надо есть. Бенихин пишет. Чем белее хлеб. Тем быстрее смерть. Поэтому мы отказались. Вообще от белого хлеба. А. Чем белее хлеб. Тем быстрее смерть. Ну оказывается. Что там даже какие-то вредные. Там что-то там вырастает. А самое полезное. Это с высивками. Вот этот грубый. Грубого фумола. Хлеб серый. Вот. Поэтому. То есть я не устрашаю никого. Но кто захочет. Можете у меня взять эту книжечку. Почитать. Дальше. Мы имеем веру. С верой добродетельность. Добродетельность. Рассудительность. Рассудительность. Воздержание. Воздержание терпения. Или стойкость. Якова 13 глава. Первая глава. Якова 1 глава. Терпение нужно вам. Чтобы исполнить волю. Чтобы пройдя все исполнившие волю. Получить обещанное. Терпение нужно вам. А Бог уже обещал. Помните я рассказала. Леонид Подум говорит. Бог однажды уже сказал. Однажды что-то Бог каждому из нас говорил. И мы думаем. Ну раз я это не получаю. Раз у меня не получается. Может кому-то Бог сказал идти в библейскую школу. Еще не поздно. Может быть Бог говорил вам идти в библейскую школу. А вы не слушаете его. Еще не поздно. Можно. Еще пойти в библейскую школу. Это потрясающее время. Потрясающее слово. Они вы там получите. Значит нам необходимо терпение. Исполнив волю. Мы получим обещанное. Только бы нам не съезжать по своей воле. Помните как и он. Он получил волю Божию. Но он пошел своим путем. И попал куда? В западню какую-то. Попал. И пока он не покарился. Эта западня его не вытолкнула. Когда он показывал. За Бог все сдаюсь. Я хочу быть в твоей воле. И это. Кит его выплюнул. Любая западня, которая нас держит. Может быть нам надо пересмотреть. Бог. А где твоя воля? Может я пошел вообще не в воле Божьей? Может я не туда попал? Господь, я хочу быть в твоей воле. Помоги. Бог любящий. Бог милосердный. Бог настолько нас любит. И Он помощник нас. Он помогает нам. И обязательно эти сети, они раздвинутся. Они упадут. Терпение показываем мы благочестие. Иакова первая глава. Иакова первая глава, благочестие, девятнадцатый стих. Первая глава. Любимые мои братья. Поймите. Девятнадцатый стих. Поймите. Пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. В гневе человек не делает угодного Богу. Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы. И примите со смирением наслаждаемое Слово, которое имеет силу спасти ваши души. При этом будьте не только слушателями Слова, но и исполнителями Его. Иначе вы просто обманываете себя. Кто слушает Слово, но не исполняет, тот похож на человека, который смотрит в зеркало. Он посмотрел на себя и отошел, и сразу забыл, как он выглядит. Но человек, который вникает в совершенный закон. Закон, дающий свободу. Только во Христе Иисусе есть свобода. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8, 12. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Закон, дающий свободу, и поступает согласно Ему, не забывая о том, что слышал, будет благословлен в своих делах. Вы слышите? Кто слушает и исполняет, кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя. Значит, Бог дал нам благочестие, и Бог дал нам силу обладания собой. Мы можем, дорогие мои, управлять своим языком. Просите у Бога перемен. Бог, я жажду перемен, я жажду изменений, я жажду быть в Твоей воле. Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. Дальше из благочестия вытекает братолюбие. Но здесь уже я не буду много говорить. Мы все понимаем, что такое братолюбие. Запишите себе и дома перечитайте, пожалуйста, Римлянам, 12 глава. Вся. Она говорит о братолюбии. Иисус говорил, любите друг друга, будьте едины, как мы с Отцом едины, так и вы будьте едины. А что такое любить друг друга? Это точно забывать проступки, это не сплетничать, это не обсуждать кого-то где-то за пределами. Если говорить друг другу о каких-то ошибках, то говорить это с любовью. Знаете, нас учили в библейской школе. Если ты хочешь подойти и сказать брату или сестре, сделать замечание о его каком-то некорректном поведении или, может быть, о каких-то проступках, помолись перед этим Господом. Пусть вся злоба и гнев, они просто раскают в твоем сердце. Бывает, мы видим человека. А, Иисус, как это можно? Да как он мог так поступить? И вот с этим вот нахлылом, таким, с этой злобой мы идем с человеком разговаривать. Нет, это глупое, это не благочестие. А благочестивый человек, он станет, будет молиться Господу Господь. Вот какая ситуация произошла? Помоги мне, как мне быть во мне, выразился гнев и злоба. Ну, это моя сущность там, древняя, гнилая, старая натура. Но я ведь новое творение, я не хочу так. Я не хочу говорить со злобой, я не хочу говорить во гневе, я не хочу. И Господь, либо Он сам будет с этим человеком работать, ты увидишь. Либо Господь тебе даст правильные слова в любви, чтобы помочь этому человеку увидеть, в чем он не прав. Дорогие мои, любите, это для нас заповедь. Любите, брата любя. И здесь не говорится любить весь мир. Хотя Римлян, Матфея 7 глава говорит, любите врагов ваших даже. Но часто мы из братьев и сестер врагов делаем. Это не от Бога, это дьявольское. Мы не можем, не могут братья и сестры быть врагами. Знаете, я слушала Ульфа Эхвана, вот на конференции, была конференция. Он говорит, самые трудные люди в вашей церкви, в вашей домашней группе, в вашем окружении. Это для вас дар. Чтобы вы взывали Господу. Чтобы вы трясли небеса. Чтобы вы теснее имели общение с Богом. Вы поняли? Так что если рядом с тобой трудный человек, это дар для тебя. Это дар. И мы все притираемся. И вот смешно, правда? Я когда это услышал, он говорит, это дар для тебя. Ты тогда сильнее будешь взывать Господу. И больше будешь познавать Его милость и благость. Он будет открывать милость и благость к тебе. Сколько раз, Боже мой, я неправду. Сколько я неправильно поступал. И ты увидишь Его милость и благость. Он берет и разворачивает твое сердце. И делает Его мягким и любящим. Аминь. Скажите друг другу, я люблю тебя. Я люблю тебя. Поверните друг другу, скажите. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю друг дружке, скажите. Я люблю тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы уже заканчиваем. Из братолюбия вытекает любовь. Все пройдет, мы знаем, а любовь останется, да? Все сгорит, все пройдет, а любовь останется, дорогие мои. Только любовью своей Бог держит нас у Себя, у Своих ног, у Своего престола. Только Его любовь и милость, она просто прощает нас, убеляет нас. Он говорит, если Исаия 1 глава, если грехи ваши белее снега, красный, я их убелю ко снегу, я сделаю их белыми. То есть очищу, как чистый листик бумаги, Бог говорит. Это Его любовь делает, дорогие мои. Он хочет, чтобы мы точно так же любили, Он хочет научить нас. Его помазание любви, оно сходит на нас, оно размягчает, оно самое твердое, самое жестокосердное сердца, оно делает мягкими. Когда Иисус спросил учеников, вы чего так боязливы, вы забыли, сколько Я чудес для вас делал, Он говорит, потому что ваши сердца ожесточились и очерствели. Но Он продолжал с ними работать с двенадцатью. Среди них был Иуда, предатель, а Иисус все равно продолжал с ними работать. Миловал, покрывал их любовью и учил, и вел вперед. 1 Фессалонифисам, 4 глава, с 1 стиха. И, наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить там, чтобы жизнь ваша была угодна Богу, а вы так и живете, аминь, сказали все, а мы так и живем, чтобы жизнь наша была угодна Богу, аминь. Мы просим и умоляем вас ради Господа Иисуса, преуспевайте в этом еще больше. Во всем, что было названо. Вера, добродетель, воздержание, рассудительность, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Вы помните, какие наставления от Господа Иисуса мы дали. Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел со святостью и достоинством властвовать над своим телом, а не шел на поводу у своих низменных похотей, как это делают язычники, не знающие Бога. Никто не причиняет в этом деле зла своему брату, не обманывает его. За все такие грехи человек понесет наказание. Ведь Господь не призвал нас к нечистоте, а призвал нас к святой жизни. И следуя, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога. Думаю, что нам нет нужды вам писать о любви к братьям, ведь вы сами были научены Богом любить друг друга. Мы знаем, что вы любите всех братьев во всей Македонии, во всем Южном, во всей Одессе, во всей Украине. Вы любите братьев. Хотим ли, чтобы вы преуспевали в любви еще больше? Аминь. И 2 Коринфянам 2,14. Сам Бог дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе победу. Если мы думаем, что что-то невозможно в моей жизни, я не могу верить, как Павел, я не могу быть благочестивым, я не могу в терпении ходить. Кто-то, если думает, что у меня вот это не получается, с Богом все получится. Человекам невозможно, Богу возможно все. Поэтому ухватись за Него, держись всего. Давайте будем сейчас. Кто хочет, чтобы... Я хочу молиться за вас. Кто хочет, за людей, да, выходите, пожалуйста. И я хочу помазать каждую идею на то, чтобы мы преуспевали в вере, в благочестие, в братолюбе, в добродетельности, в рассудительности, в воздержании, в любви. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Кто же...